Сегодня наша недельная глава называется Вайкаэль. Мы будем читать с 35-й главы из книги Исход. 35-я глава с самого начала. Можете открыть. 35-я глава книги Исход. Вайкаэль. Вайкаэль, Мошель, Иосиф, и ванна, Исраэль. Вайомир елеем, еле отворим. Барухата адунай, элёйну мэлеха улям. Ашернатан лану, торат имец. Вихайя улямна табы, тухейну. Барухата адунай, но тэн отора. Благословен ты Господь, Царь Вселенной, Который даровал нам Тору истинную, И жизнь вечную даровал нам. Благословен Господь, дарующий Тору. Амэнь. Эта недельная глава, она как раз начинается со слов Вайкаэль, собрал, собрал общество, написано. Мушер взял и собрал всех, кто были, и они пришли для определенной цели. Он сказал, вот что заповедует Господь, говорил про шаббат, после этого он говорил про приношение, которое каждый человек должен был принести, если его сердце горит к этому. И знаете, то, что мы уже начали об этом молиться, и корейцы молились, и Леон говорил про это покрывало, оно очень сильно как раз напоминает, меня побудило так же говорить о том, что я задумал, о собрании, о обществе. Иногда есть люди, которые думают, вот я понимаю Тору, я принимаю ее, я уже научен, может быть даже несколько университетов закончил, может быть я уже знаю все разные курсы, лекции, я уже профессор в этом деле, и могу сам себе спокойно справлять, праздновать, отмечать и поступать по Слову Божьему. Но достаточно ли этого? Этого ли требует от нас Господь? Один из моментов, который постоянно мы встречаем в Писании, это общество. Кииля, Вайкаэль, собрал вместе. Бог сказал, построить скиню не просто так. Он сказал, поклоняться в ней не просто так. Для чего? Он говорит, когда вы будете совершать поклонение, когда у вас будет что-то происходить, поклонение мне, тогда я буду обитать среди всего народа. Тогда мое обитание, оно будет расширяться и распространяться. Когда будет общество, которое будет мне служить. Подумайте, вот эта вот скиня, которую они строили, могла ли она быть построена просто так? Там написано, что каждый приносил с открытым сердцем. Каждый жертвовал общество. Это не просто, когда мы собрались для чего-то. Это не просто, когда мы пришли в общину. Но должно быть что-то особенное. Скиня была построена благодаря тому, что в сердцах людей что-то происходило. Леон сегодня говорил, что нам не хватает того, чтобы разорвать вот это покрывало, которое нам мешает. В сердцах людей было то, что побуждало их прийти и чем-то послужить. Очень часто бывает так, что мы думаем только о самих себе. Бывает так, что мы ищем только свои выгоды. Бывает так, что мы думаем прийти и получить что-то для себя. Это нормально что-то получить. Но все двигалось. И было благословение, когда человек мог отдавать. Было благословение, когда человек встал в позицию, чтобы послужить Богу. И он мог делать много-много разных вещей. И тогда приходило благословение. В обществе благословение приходит, когда есть единство. Можно собираться и петь, и прославлять. Но если в этом обществе не будет единства, далеко не уедешь. Божье благословение не придет. Одна из главных молитв Ишу, это было единство. Он говорил, дай им единство. Дай им такое единство, которое есть у меня и у отца. Он все время говорил о единстве. Если мы каждый смотрим на самих себя. Если мы каждый думаем только о своей выгоде. То нету Божьего благословения в этом. Вся община не имеет никакого смысла. Но Бог желает, чтобы была община. Бог желает, чтобы все могли собраться и сделать служение. Чтобы Его слава распространялась. Но Он желает этого служения, когда сердце человека, оно направлено к Нему. Когда сердце человека стремится, чтобы что-то дать. А не чтобы что-то взять. Когда будут такие сердца у нас. Тогда будет что-то происходить. Тогда будут происходить чудеса и знамения. Тогда будет происходить то, что происходило в этой главе. Было столько много пожертвований, что нужно было это остановить и сказать, хватит, не несите больше. Когда наши сердца будут гореть именно к Богу, чтобы делать, чтобы служить, тогда община живет. Тогда община пробудится и будет что-то происходить. Оно будет происходить автоматически. Если мы будем гореть, если мы будем не просто говорить, не просто молиться, а делать какие-то вещи. И вот это вот короткое слово я хочу обратить для каждого из нас, чтобы мы задумались о нашей жизни. Как мы себя ведем? Понимаем ли мы вообще, во-первых, что такое община? Что Богу важно, чтобы было общество, которое производило какое-то поклонение, которое служило бы Ему. А во-вторых, если мы взглянем на самих себя, как мы поступаем? К чему мы стремимся? Стремимся мы ли к тому, чтобы только получать, или чтобы отдавать? Иногда человек, он что-то понял в своем сердце, он увидел свое призвание, и он начинает делать. Он не спрашивает, можно, нельзя, нужно или не нужно. Он в настойчивости делает и служит Богу. И когда вот это происходит, тогда начинается что-то подтягиваться, что-то образовываться вокруг него. Если человек ничего не делает, если он только сидит и ждет, что что-то произойдет, он может долго молиться, но ничего не произойдет. Хочу призвать, чтобы мы могли разорвать вот эту пелену и начать делать, чтобы мы могли начать действовать. Эти действия, они происходят не только в общине, они происходят в нашей жизни день-день. Когда мы будем что-то делать, начнет что-то происходить. Когда вода начнет двигаться, она начнет оживать, она не будет застаиваться, она не будет вонять. Но начнется жизнь. Если мы хотим, чтобы и в общине, и в наших жизнях жизнь стала полнотой, нужно что-то делать. Нужно научиться давать, нужно научиться служить. Господь, я прошу Тебя, я знаю, что никто из нас несовершенный. У каждого из нас не хватает времени, иногда у нас нет желания, иногда нам просто все безразлично. Иногда мы ищем только свои выгоды. Боже, я прошу, чтобы Ты открыл наши глаза, чтобы Ты изменил наши сердца, наш характер, и мы научились давать. Чтобы мы научились служить, неважно в каком состоянии мы находимся. Сорви эту пелену с наших глаз, которая закрывает нас от Тебя, которая думает только о нас самих, которая показывает только наш эгоизм. Боже, научи нас служить, научи нас двигаться, Господь. Я прошу, чтобы каждого из нас в отдельности Ты оживил. Чтобы Ты обновил нас и послал свой огонь и переплавил, если нужно. Я прошу, чтобы Ты оживил нашу общину. Чтобы происходило служение живое. Оно зависит от каждого из нас. Не от пастора, не от лидеров, но зависит от наших сердец. Если мы с желанием приходим, если мы с желанием ищем Тебя, то будут и чудеса, и знамения. Дай нам единство, Господь. Чтобы мы научились видеть нужды других. Чтобы мы научились замечать наших братьев и сестер. Открой наши сердца, Боже, и наполни их Твоей любовью. Во имя Ишуа. Аминь. Вот Тора, которую Моисей передал народу Израилю по Божьему повелению через Моисея. Аминь. Тора, которую Моисей передал народу Израилю по Божьему повелению через Моисея. Тора, которую Моисей передал народу Израилю по Божьему повелению. Тора, которые Моисей передал народу Израилю по Божьему повелению. Передал народу Израилю по Божьему повелению.